Всем привет, 7 часов вечера, мы как всегда с вами. Сегодня тема пойдет такая наболевшая, как такая бывает ситуация, когда холодно в доме. Холодно, и холодно сильно. Холодно может быть 10 градусов, 5 градусов, 3 градуса. Очень холодно. В принципе, днем нормально оделся, ты что-то делаешь, там генералишь. Ну, найдем, женщины всегда найдут чем заняться. И не так холодно. Но самое страшное наступает, когда надо ложиться спать. И когда вы ложитесь спать, да, можно полтора литровую баклажку набрать горячей воды, положить рядом и как-то согреваться и заснуть. Даже тоже в одежде. Но в чем великая проблема? В том, что матрасы, матрасы, они большие. Ну, большой матрас, да. Диваны, матрасы, все это, порогон, там вся эта набивка, там у каждого своя, да, набивка. Она большая, она широкая такая, понимаете. И когда вы ложитесь спать, вы даже одеты, вы должны своим телом нагреть этот матрас, а он холодный. И потом, сколько бы вы засыпаете, и холод идет от матраса к вас. А девочки, да не только моего возраста, даже молоденькие, почки не дремлят. И не буду усугубляться, но чуть ниже тоже и все не дремлет. А нам все заморозить нельзя. И сейчас я расскажу, как даже при температуре 3 градуса мы жили 2 месяца. Пришлось спать на плитке, на цементном полу, при температуре 3 градуса мы жили 2 месяца. И потом, уже когда мы смогли с бомбоубежища выбраться и как бы уехать в нормальное, там где можно сделать УЗИ, И, девочки, я уже говорю откровенно, ни я, ни дочь по УЗИ никаких наград не получили. Все не получили благодаря чему? Благодаря изолону. Ой, изолону, подложке. Извините, я просто... Ну, кто-то называет изолон. Да, я привыкла называть его изолон. Поэтому, хоть мы и здесь, но сейчас, возможно, такое время, возможно, блокаут, когда у нас в квартирах будет холодно. И я готова к этому, и я знаю, как мне сделать так, чтобы мне лечь, и мне было в течение 15 минут мне очень тепло, комфортно, и я знаю, что я ничего не простужу. Это очень важно. Знаете, здоровье, наверное, это самое дорогое, что есть у человека. Когда мы были в бомбоубежище и лежали на цементном полу, у меня был самый толстый изолон с фольгированной. Каждый раз я ошибаюсь, потому что так привыкла называть. У меня была самая толстая подложка фольгированная. Слава Богу, она у меня была дома, потому что мы под бассейн стелили. Ну, уличный каркасный бассейн, и под него стелили. И благодаря этому было все хорошо. Здесь же я взяла троечку, взяла я 5 метров на 90 гривен, по 18 гривен метр. А ширина какая у него? Ширина везде одинаковая метр. Нет, там есть узкий, но самая большая ширина это метр. Что я сейчас сделаю? Я беру нашу постельку. Ну, я так, девочки, не очень брежно, я должен мне простить. Так, ты убираешь все? Или простынку? Убрала простынку, пока не убрала. Разворачиваю мой изолончик. Почему? 5 метров я сейчас объясню. У меня просто уже есть дома изолон для меня, а это я для дочери беру. Развернула мой изолончик. Замерила, ну, чтобы его туда вправить, поняли, под матрасик. Вот так вот. Отрезаю. Режется он легко. Вот я считаю, 5 метров, это на одного члена семьи. Дальше я... Кровать вообще идет 80, поэтому я вправляю... Нет, я даже вот так сделаю. Я извиняюсь, я... Так, убираешь все, оставляешь матрасик. Да, я просто не убираю, а оставляю только матрасик. Вот так. Сюда вправляю. Ну, поняли, да? Подтыкиваю. Если нет возможности подтыкнуть, да ради бога, ну, не подтыкивайте, просто оставьте так. Так. Все. И на этот изолон стелю простынь. Стелю фольгой наверх. Мы через это проходили. Тепло от него есть. Но есть минус. Нет. А, минус. Сейчас расскажем. Аккуратно подоткнула. Все, хорошо. Какой минус? Вот если будет тишина. Шершавчик. Я изобразила вам шершавчика. Так, дальше. Беру пододеяльник. Беру пододеяльник. Беру изолон. Замеряю. Здесь. Два метра. Отрезаю. Много взяла. Я так вижу, ты много взяла. Можно было четыре взять. Движа, вода. Ничего. И мы мышки подложим. Кошечки. Под лежачок тоже очень хорошо. То, если надо, мы, наверное, будем делать домик для мышки. Такой тоже теплый. Если надо, с ним на видео. Дальше. Беру дырочку, нахожу. У кого-то дырочка. Ну, какая дырочка? Вы поняли. Дырочка пододеяльник. У кого-то она снизу, у кого-то сбоку, у меня сбоку. Прям засовываешь, да? Засовываешь. А ты какой стороной? Чтобы фольга была в какую сторону? В сторону одеяла или в сторону? Нет, фольга будет в сторону ткани. Ткани. И разворачиваешь здесь. Так, я вижу, ты уже заканчиваешь, да? Да, я заканчиваю. Так, я все перевернула. Ага, переворачиваешь. Страной вази на меня. Да. Так. Что получается? Фольгированная сторона с этой стороны. Фольгированная сторона с этой стороны. Подушечку. Ну, тоже можно маленький кусочек. Но это по желанию. Я пробовала. Мне шуршит на ухо. Правда, ну, как бы, в бомбоубежище я подушку оборачивала. Но в бомбоубежище перед трех градусов я спала в шапке и в капюшоне. Мне особо не шуршало. Ну, здесь в домашних условиях, Ян, если будет прохладно, холодно, ты почувствуешь. Как бы, ну, мы сделаем. Все. И моя кровать готова. Что получается? А это не пускает. Вообще холод не пропускает. Вообще. Да, это фрагма стопроцентная. Да, это проверено, девочки. Три градуса на цементном полу спали. Месяц. Два месяца. Два. Два месяца было. На третий уже было тепло. Да, на третий уже было, там уже было 10 градусов, 11, ну, тепло. Тепло. Так, все. В чем минуса? Только в шуршании. Только в шуршании. Всем пока. Пока. Спокойной ночи. Теплой, спокойной ночи. Спите, наслаждайтесь теплом. Пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok